под впечатлением творчества того или иного поэта. Какая-то исповедь душевная, возможно. Какое-то открытие ваше, волнующее, волнующее вас. Вы даже не знаете, что вас заставило взять бумагу и перо, чтобы написать эти строки. Товарищ Рославцева, поэт Вячеслав Юнов, пригласил в гости собратьев по перу, деревню Тосей. Здесь чистый прозрачный воздух, чуть сдобренный печным дымком. Ясное небо и дышится легко и свободно. Мы же ведь друзья по литературному цеху. Мы знакомы так давно, что я даже не помню, 30 или 40 лет уже. Объединяет нас одно увлечение – это вот литература. Нам просто повезло, что в те времена мы не обделены были заботой. Понимаете, писательской организации. Возили нас по городам и весям нашего необъятного Забайкалья. И в Могочу, и в Борзю, и в Оловянную, и на Бам. Прекрасно нас встречали и строители Бама, и доярки на ферме, и пастухи, и чабаны. Почему? И пограничники. Да потому что народ был очень читающий. Забайкальская осень была тем праздником, который не просто объединял прозаиков и поэтов, но и знакомил забайкальцев с лучшими образцами нашей литературы. Такой праздник, который раз в году, на этот праздник, как бабочки на свет, съезжали писатели с разных концов нашей необъятной страны, Советского Союза. Это очень знаменитый литературный праздник был. Поэтому и за честь имели сюда приехать. В нас сейчас в литературе идет пересменка. А вот те старики, которые были, у нас остался один Макаров. Слава, это он живет здесь, да? А Макаров-то почему живет, это Слава? В деревне живет. А мы-то все в городах. А я так уже на себя посматриваю, где бы мне повесить эту табличку «Антиквариат». Домовой товарищ, леший кореш, ночь его до первых петухов, человек немыслимых сокровищ, лошади, коровы и стихов. Печка – это человек, ребят. На столом, где собрались единомышленники, атмосфера понимания. Хочется говорить, спорить, читать стихи. И снова на природу. С одной спички надо разжечь костер там. С одной спички. Тебе одна спичка, тебе и мне одна. Сейчас заберу. Правильно, правильно. Ох ты, Колер! С одной спички зажечь костер удается легко. Наверное, вот так же легко приходят к Николаю Ярославцеву его стихи. За оградой снег по пояс, не пройти и не пролезть. Только я не беспокоюсь, потому что лыжи есть. По нетронутому наступу лечу, как ветер я. Здравствуй, солнце, утро, здравствуй. Догоняй меня, лыжня. Николай занял вот как раз эту нишу, которая очень востребована. Где-то юмористические, где-то пародийные. И в то же время он некоторое время подождал, огляделся. Никто его не подталкивает, не занимает это место. И ушел в детскую поэзию, в детскую литературу. И очень правильно сделал. Потому что это была пустота, которой после Граубина некому было. Она осталась, ее надо было занять. И он ее занял. И очень удачно, и очень хорошо. Поэты, прозаик, они люди уникальные. Мне кажется, человек, который пишет детский и сихий, детский поэт, он уникальный вдвойне, а то и втрояне. Это просто суть его такая. С ним достаточно пообщаться, поговорить и понять, что он ничего не выбирал. Он просто такой, какой есть. С детьми это же нужно иметь какое-то, я не знаю, особое свойство, чувство какое-то. Потому что дети – это есть дети. Это другая страна, в общем. Я еще живу как бы в той стране. Я встану пораньше почти с петухами, чтоб снова поехать в тайгу за стихами. Сложу все, что нужно. Походный рюкзак, как делает это любой сибиряк. На сопке высокой поставлю палатку, Открою свою голубую тетрадку. И снова и солнце, и небо, и птицы Тетрадку попасть захотят на странице. Я воздухом свежим в тайге подышу И свежие детям стихи напишу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова